Красных воспалений на веках глаз. Красных воспалений на веках глаз. Функцию сосудов, наверное, нужно почитать в интернете. Какую функцию они выполняют? Сосудики, они через кровь несут микро-макроэлементы питания для каждого органа. И в данный момент они, если глаза, связаны с кожей, а кожа вокруг глаз. То есть здесь замешана кожа, ваше внутреннее состояние не соответствует вашему внешнему поведению. Плюс глаза это смотреть и плюс питание. Вот надо вот эти вот три элемента соединить, как бы в одну картинку порассуждать. А дальше вы сами попробуйте. Блин, сейчас тема про вампиров. Я всегда хотела встретить вампира. Я хочу поехать в замок Дракулы. Может быть там вампир остался жив какой-нибудь в Трансильванию. Просто читаю тут общение. Когда обнимаешься, можно и укусить. Согласна, я люблю кусаться. Про человека из Краснодара. Думаю, это души близнецы. Как вам такая идея? Не знаю, никогда даже не это. Даже не знаю, что на это ответить. Я с тех пор не разобралась. Уже вот сколько лет прошло. И вот я сейчас была в Краснодаре. Мы с ним не встретились, потому что я потеряла его номер. У меня другой телефон. И все номера стерты. И в Инстаграме я не подписана сейчас ни на кого. Потому что мои менеджеры полностью отписались от всех. По-моему, даже от моей мамы отписались. Я не помню. Там сейчас только рабочие аккаунты подписка. Я не смогла его найти. Но я хотела встретить его. Просто обнять, постоять. Ну и дальше по своим делам пойти. Я его использую для обнимашек. А он меня. Я не знаю, даже как это объяснить. Души близнецы. Хрен, блядь. Так. Мы не верим тебе. Мы просто тусим с тобой тепло. Не, верить мне не нужно. Так, книжки классные. Три прочитала. Ой, сейчас сколько еще будет. Если мое желание полететь сейчас на Бали пересилит, то с книжками придется подождать. Буду их очень долго писать. А еще на Бали, кто собирается лететь, пишите в личку. Собираю. Все-таки после Нового года надо будет туда в отрыв пойти. Хотя бы на несколько месяцев снять большую виллу и там тусить. Я хочу все курсы застопорить. У меня есть один курс, который останется в чат-боте, который сейчас идет. Хорошо, у меня 10 менеджеров, которые помогают вести этот курс. Ура! И я хочу застопорить на полгода вообще все курсы, чисто книжками заняться. Короче, на Бали я не знаю, как я буду писать. Хочу на Бали и книжки. Согласовательно. Обнимашки полетели в мир через эфир. Да, кстати, я вас тоже всех обнимаю. Так. Моя дочь зовут Нелли. Ой, классно. А моя племяшка тоже Нелли. У меня бабушку Нелли зовут. Блин, такие классные комменты. Нелли, ночью кушаешь? Да, у меня был ритуал. Я с 12 до часу ночи всегда кушала, потом вставала в 4 утра и ела еще какое-нибудь яблоко или бутерброд. Но я от этой привычки постепенно начинаю отказываться. Нет, нет, ну раз в недельку в 4 утра я встаю и что-то кушаю. Постепенно надо от этого уходить. Меня мама приучила ночью кушать, хотя мама мне говорит, что это я ее приучила кушать. Не знаю, дядька меня приучил кушать, а он на меня спирает. Короче, мы друг на дружку спираем, но у нас в семейке все вот такие вот. Любим встать. Да, я прям реально люблю ночью есть. Холодильник мне нужен с замком. Ну и, конечно, я стараюсь не наедаться, но хоть что-нибудь перекусить, потому что я на голодный желудок спать не могу. Начинаю там играть. Здравствуйте, помогите мне понять, нужен мне человек или нет. Я встретила мужчину с ВИЧ. Мне с ним хорошо, но страх останавливает. Все люди, которых мы встречаем в нашей жизни, не просто так, естественно, не просто так. У нас в жизни вообще просто так ничего не может быть. Ваше желание первое с ним было срезонировать, вообще с любым человеком. Каждый человек пришел вам показать то неопознанное, неопознанное, что вы должны в этой жизни в себе увидеть. Увидеть, осознать, познать, принять, полюбить. И вы даже его можете вылечить, если вы проработаете все, что он вам показывает. У меня, я не знаю, смотрят меня люди, у которых есть такое заболевание или нет, ну, иммунодефицит, да, это когда тело не борется с вирусами и можно заболеть от любой болячки. Вот, и когда у тела нету... Ну, оно вообще не способно бороться ни с чем. Блин, ну это хорошо, не бороться ни с чем. Это полное принятие, тотальный творец и жертву одновременно, полное принятие вообще всего. Блин, вам нужно у этого человека учиться полному принятию. У вас есть этот потенциал принимать мир таким, как он есть, чтобы его творить вот на раз-два-три. В нем это гипертрофировано, да, то, что он не борется, то есть тотальное принятие. Его организм вам показывает ту сторону, которую нужно в себе тоже обнаружить и научиться этому, мне кажется. Ну, начинала я вообще с другого. Я хотела сказать, не знаю, смотрят меня такие люди или нет. Ко мне приходила одна девочка и говорит, у меня подруга больна, бич. Вот. И что-то там врачи ей говорят, что ну там какая-то вот даже несерьезная простуда может ее убить, потому что у нее такое состояние уже очень плачевное. Нелли, типа, что делать? Мы с ней поболтали, я не помню, год назад это было, поболтали, значит, часик. Я говорю, ну, давай лучше подругу ко мне приводи, я лучше сама с ней пообщаюсь, потому что тебе через себя проработать ее будет сложнее. Пускай она напрямую со мной пообщается, ну и ты тоже проработай. Мы что-то говорим, 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 говорим. На следующий день я ее спрашиваю, ну что, где подруга, когда она мне напишет? А так, какая подруга у меня такая? Ну, которая болеет. Нелли, ты что? Она не болеет. Я в смысле не болеет? Что, реальность поменялась? Ну, как обычно, реальность поменялась. Вот. А я в себе же прорабатывала как раз весь этот вечер, блин, думаю, что я себе показываю? Она говорит, есть у меня подруга. И начинается вторая версия, вообще рассказа, которого до этого не было. И начинается вторая версия такая. Есть у меня подруга. Она когда-то, 10 лет назад, переспала с парнем, и вот только недавно узнала, что он уже давно болеет. И она боится идти к врачу, сдавать анализы, потому что вдруг она тоже зараженная. Я говорю, нормально? Я там посмеялась, сказала, пускай подруга идет, просто сначала сдаст анализы, а потом будете мне кипиш тут поднимать. То есть у нее была вот такая реальность, в том раз она и поменялась. И я думаю, что, Эльвира, вы можете проработать этого человека, если поймете, что он вам зеркалит, как в зеркале, да? И что это за болезнь? Для чего она нужна? Опять же, про принятие. Что-то про принятие. Надо копаться. Ох, понял, что только во время болезни могу позволить себе лежать, смотреть телевизор. Ну да, вторичные выгоды. У всех болезней любая психосоматика – это вторичная выгода – отдых. Отдых позволит себе то, что не позволял. И есть хорошая отмазка без чувства вины. То есть вы болеете, и это вам выгодно, потому что вы не хотите, чтобы у вас было чувство вины. О, и вы дальше пишете, чтобы не винить себя в этом. Нормально. Я это сначала не увидела, сказала про вину, читаю. Очень круто. Очень круто. Догоняйте. Так. Как раскрыть на максимум свой потенциал? Ну, во-первых, когда вы уже представляете какие-то максимумы, да, вы уже пытаетесь поставить этот максимум в рамки какие-то. У потенциала нету рамок, у потенциала нету минимума и максимума. Нету. В каждый момент времени вы можете всё. Вот насколько готовы, вот столько вы можете получать. Вот насколько готовы принять, насколько готовы отдавать, вот настолько вот у вас, через вас и проходит эта энергия, все эти ресурсы через вас проходят. я не знаю, как это объяснить. Вот сегодня вы можете, пропускная способность вашего счастья может пропустить огромные ресурсы через вас, а завтра уже ну, намного меньшее количество, потому что завтра у вас будет другое состояние. Сегодня вы в состоянии счастья, в состоянии радости, вы можете позволить себе говорить, что хотите, вы можете делать, что хотите, вам захотелось, вы как человек импульс сейчас пошли, быстренько и сделали, вы в ресурсном состоянии сегодня находитесь, границ нету. А завтра у вас состояние хреновое, вы зажертвили, вам лень что-то делать, у вас интерес пропал, и всё, и ваш потенциал завтра никакой. У вас пропускная способность ваших вот этих ресурсов, энергии вашей, ну, на минимуме. Послезавтра опять на всю Юпитерскую, то есть вот эта вот цель раскрыть свой потенциал, вы уже раскрыты, вы уже можете им пользоваться, вот прям здесь и сейчас. Вопрос, есть у вас к этому желание или нет? Либо какие вторичные выгоды у вас, чтобы сейчас не пользоваться вашим потенциалом? Он раскрыт, вы просто осознанно не идёте на него, да, осознанно что-то не делать, осознанно что-то не хотите делать. У вас есть противоречивые желания, чтобы этого не осуществлялось, ну, какого-то вашего желания. Поэтому вот даже не надо в таком ключе вопрос задавать. Задайте лучше конкретный вопрос, вот что я сейчас хочу и что этому желанию сейчас мешает? Какие выгоды почему это желание сейчас не исполнено? И перестаньте уже желать вот эти деньги, машины, квартиры, золото. Это побочный продукт, случайным, не случайным образом, просто побочный продукт вашего состояния. если вы живёте, если вы живёте в чувствах, если вы себе позволяете быть любым, самим собой. Вот я хочу сейчас, не знаю, петь, я пою, я разрешаю себе это делать, не важно, как я выгляжу, у меня потенциал сейчас пропустить через себя большую сумму денег просто огромный. но как только я начинаю думать, а что же сейчас люди про меня подумают? Опять сейчас хейтеры начнут в инстаграме писать, прическа у меня стрёмная, не накрашенная, там какая-то рубашка, лифчик вот тут торчит. Сейчас опять вот эти, вот если я сейчас буду так думать, моя энергия просто в ноль уйдёт. Зачем мне это нужно? Не по барабану, кто там что-то думает, мне сейчас же хорошо, и всё. И в таком состоянии, о чём бы вы ни подумали, оно раз и исполняется. Вот я сейчас подумаю о чём-то, оно каким-то образом возьмётся и сложится. Если мне вспомнится какой-то человек, он возьмёт и позвонит, потому что я в данный момент себя чувствую свободно. Вы должны желать чувствовать себя свободно, вы должны желать чувствовать себя радостно, вы должны желать чувствовать себя ну же комфортно, на кайфе, чтобы вам было душевно, спокойно. Вот такие надо желания желать, а вы что желаете? Я хочу машину, которая меня успокоит, я хочу дом, чтобы у меня не было страха с завтрашнего дня. Бред, блин. Я хочу душевного комфорта, Ну, что там противоположное страху завтрашнего дня? Я хочу, чтобы мне было по кайфу. И как только вы чувствуете себя по кайфу, то вот окружающая эта картинка, она и складывается так, что вам хорошо. И вы уже почему-то находитесь в своём офигенном доме. Потому что сначала идёт состояние ваше, а потом это всё складывается вокруг, под ваше состояние. А если ваш фокус внимания, я боюсь завтрашний день, поэтому мне нужен дом, чтобы это было стабильно, чтобы я точно знала, что я не останусь на улице ночевать, ещё что-то. Ваш фокус внимания на лишении себя, постоянно на лишении себя. И вы всё время будете себя лишать и дома, и комфорта вот этого душевного. Потому что вы будете думать, блин, завтра же может со мной какая-то фигня случиться, деньги надо оставить на чёрный день. Вы думаете про этот чёрный день и всё время этот чёрный день к себе притягиваете. Этот чёрный день постоянно вас будут по башке бить. Вот я пришёл! Потому что вы постоянно о нём думаете. Вам нужно перестать фокусом внимания на всякой херне быть. Почитайте книжку, блин, 90 рублей стоит. Книжка называется «Внимание». «Спасибо за внимание». В Инстаграме, в менюшке скачайте, или в чат-боте скачайте, или на канале у меня скачайте. Внимание! Куда фокус внимания, то и происходит. Вы должны сменять этот фокус внимания. Плюс там два упражнения, как держать этот фокус внимания. Потому что вы вспоминаете о том, что нужно держать фокус внимания, что мне сейчас хорошо, забываете и опять сливаетесь в какую-то фигню. Как тренировать это внимание? Вот есть очень лёгкое упражнение с дыханием связано. Есть ещё очень лёгкое упражнение с созерцанием связано. Но нам кажется, что эти вещи настолько банальные, что мы не хотим этим заниматься. Вот всё самое простое и эффективное мы отрицаем. Нам нужна какую-то сложность, мега какие-то решения. А Ларчик-то просто открывался. Самые-самые простые техники, которые вот перед носом на поверхности бери и воспользуйся, они такие эффективные. Вам кажутся слишком простыми и банальными, поэтому вы ищете вечно какие-то таблетки, которые не помогают. Ну, эти волшебные. Они не помогают, потому что мы всё время ищем какие-то трудности. Нам нужно потяжелеть, нам сложность, нам нужна схема. Сегодня я там решаю вот этот ребус, потом вот этот, потом вот этот. И потом я думаю, что тогда желание исполнится. Оно же не может просто так исполниться. Мы же не можем наш фокус внимания просто так держать. Нам нужно там целые медитации придумывать, на йогу год ходить, дыхание холотропное какое-то делать, там графики какие-то рисовать эти, скажите, углы когда срисовываем, специально правильно подышать, сходить на динамические какие-то вот сеансы трансы. Вот только после этого мы можем открыть свои чакры. Да ни хрена подобного. Вам здесь и сейчас доступно всё, и вы можете открыть и чакры, и кто в них там верит, и сердце, и энергию свою. И не надо через всё вот это вот проходить. Это настолько всё просто, но вы игнорируйте. Короче, вся соль в самом простом. Вот я к этому хотела сказать. Книжку про внимание внимательно прочитайте. Наверное, раз 20, потому что там слишком банальные вещи, чтобы их сразу понять. Вот если бы я сложно её написала, с такими пунктами, вы бы, ну, занялись бы домашним заданием. А там... Ну, короче, как будто я для детского сада книжку написала. Ну, так всё просто, что вам кажется, что это несерьёзно, и вы эту книжку прочли и выкинули. Ну, на полку дальше. А я вам советую прочитать её реально много раз. И там вот просто в трёх предложениях вся суть всех ваших желаний, вашего состояния, вашего комфорта, вашей радости, любви к себе. Вот там всё есть в этой книжке. Она очень короткая. И вот... Даже не знаю. Всем почему-то нужны сложности. Так, давайте, ладно, почитаю. Опять прорекламировала свою книжку за 900... За 90 рублей, за 90 рублей. Вот, сейчас скажете, я на вас бизнес сделаю. Прям миллионершей сейчас стану. Нелли такая офигенная, блин. Ой, спасибо. Красотка. Если ты унываешь, достаточно один эфирный ли глянуть и глаза разуть. Спасибо. Я боюсь состояния страха. Боюсь страх страха. Прикиньте, какие мы фобии себе придумываем. Ну, спроси себя, что такое страх, и почему ты его боишься. Давай разбирать. Что такое страх? Любой страх, там, пауков, которых я обожаю, змеи, которых я обожаю, лежит только в одном, в неизвестности. Нам неизвестно. Но я вам могу, если хотите, сейчас навесить страх. Страх, то есть, если страх есть, то его, эту силу, страх, это, ну, как бы наш минус, да, вроде как, минус. Но любой минус можно превратить в талант. Любая тёмная сторона – это неувиденные наши таланты. Все наши недостатки – это то, что мы не оценили талант. И вот страх – это тоже неоценённый талант. Я сейчас вам голову сломаю. Короче, рассказываю про страх. Как его использовать как талант? Если страх лежит в области неизвестности, мы боимся неизвестности. Что с нами случится? Нам страшно неизвестно. А представьте, что вам будет страшно, что вам всё известно. Тогда вы полюбите неизвестность, и никакого страха больше в жизни вашей не будет никогда и никакого. И вы прям с завтрашнего дня решите спрыгнуть с парашютом, начнёте летать в самолётах. Я хакну вам мозг. Нужно, да? Хотите? Напишите плюсики, если хотите. Если много плюсиков, то я вам сейчас прям хакну мозг, как использовать ваш страх, чтобы вы больше никогда ничего не боялись. Но вы будете бояться известности. Причём это будет панический страх известности, если вы будете что-то знать. То вам будет очень страшно. Готовы? Но других страхов больше никогда в вашей жизни не будет. Ни пауков, ничего. Сколько написали? О, много плюсиков. Так, вы пока пишите плюсики, я посмотрю очень быстро. Мне нужен был этот эфир по семейным обстоятельствам. Про внимание не вижу книги. Есть внимание, спасибо за внимание называется. Так, страх смерти. Страх смерти перестанет вас страшить. Ну, я его ещё хакнула эфиром ранее. Посмотрите «Квантовое бессмертие». Короткий ролик в интернете. Эксперименты о том, что мы не можем умереть. Каждый раз, когда есть предпосылка умереть, мы стреляемся, там, вешаемся, там, под водой тонем, нас убивают. Либо от старости умираем. Неважно, наша реальность раздвояется на две части. В одной вы продолжаете жить, ну, осознавая, а в параллельной реальности вы умираете для других наблюдателей. То есть, если в вашей жизни какой-то человек уходит, это только с вашего наблюдения он ушёл. Он продолжает жить. В вашей реальности просто его нет. В его реальности он тоже перестаёт с вами резонировать. Но он продолжает жить, и никуда он не девается. И вы бессмертны, и даже уже 300 лет там жить не нужно вам, потому что вы уже бессмертны. Короче, миллиарды лет жили, живёте и будете жить. Вы не умлёте никогда. И ваше тело не стареет. Стареет тело Микки Маусу, в которых вы наблюдаете. Ну, в общем, ладно. Страх смерти. Просто эфир посмотрите про квантовое бессмертие. Расскажу я вам, чтобы вы боялись известности. Когда вы будете бояться известности, вы перестанете бояться неизвестности. Любой страх — это неизвестность. Понимаете, да, что я говорю? Закрываем глаза. Хотя можете не закрывать, ладно. Ну, кто-нибудь, закройте глаза. Представьте. Вот с этой точки, здесь и сейчас, вы знаете до конца дня, пока вы не ляжете спать, каждую долю секунд, и что с вами произойдёт. Просто это представьте. Вы знаете, вот что вы сейчас посмотрите мой эфир. Посмотрите эту киношку в ускоренном виде. Ментально просто представьте, что вы сейчас про себя увидите кино. Вы смотрите этот эфир, эмоционируете, выключаете, идёте, наливаете там себе чай, пьёте чай, чувствуете его вкус. Кушаете борщ, идёте переодеваться, идёте в ванну. Тут ребёнок, короче, взял, там, подошёл, мячик дал, мы с ним поиграли. Муж подходит, что-то вам сказал, бабушка там похихикала, дедушка там сказала, я вам блины нажарил. Зашли воры, вынесли в вашем гараже машину, приехали менты. Неважно, короче, весь сценарий сегодняшнего дня вы знаете посекундно. И вам его нужно прожить, но вы при этом ничего не можете изменить, потому что вы знаете. Вы изменить только можете то, что не знаете, и многовариантно, если. Но вы же всегда хотите на будущее всё знать, что будет завтра, и боитесь неизвестности. А тут представьте то, что всё предопределено. Вы эту киношку всю полностью видели. А представьте сейчас вам в течение часа быстренько я покажу кино всей вашей жизни. То есть вы будете знать каждую секунду, что будет завтра, как вам наступят на ногу, как вас обольют, как вам дадут деньги, что будете есть, что вам надо будет сказать. Вы это будете говорить, причём вы уже знаете, что вы будете говорить. И в моменте, когда вы это говорите, вы уже знаете, что вы говорите. То есть представьте, что ваше тело станет не вашим, оно будет делать против вашей воли всё, а вы просто как наблюдатель наблюдаете, как тело по сценарию, который вы уже увидели, делает и живёт. А вы просто даже, видя эту лужу, захотите её перескочить, но вы знаете, что вы не можете её перескочить, потому что вы уже знаете, как вы в эту лужу попадёте, и вы знаете, как там вас обрызгают. Вы всё это знаете, и вам ничего в этом теле невозможно изменить, то есть вы знаете. Вот каждый человек, не понимая, что такое знание о будущем, пытается это знать. Но если бы вы прожили и осознавали, насколько это страшно знать, насколько неинтересно жить, насколько это ужасно просто. Ну это, ну просто надо взять, вот я бы умерла бы, я бы захотела, захотела бы умереть, либо сделать так, чтобы мой мозг полностью забыл о том, что будет в будущем каждую секунду времени. Потому что я на это повлиять не могу, я могу просто наблюдать, как будто, вот как будто меня в дурку завязали, понимаете. И я просто лежу и наблюдаю, как меня кормят, как меня там лечат, как мне там уколы делать в белых стенах, белый потолок. Я просто лежу и ничего не могу сделать. Либо я овощ, я всё понимаю, но я знаю, что вот этот белый потолок, моя кровать, каталка, кормление с ложечки или с трубки никогда не изменится. Я буду лежать, не двигаться, меня будут там перевозить, мыть, но я ничего не могу с этим поделать. Я просто буду наблюдать, как дебил за вот этой жизнью. Вот вы все хотите знать, что будет завтра. Но если вы узнаете, то будет для вас катастрофа. Вы просто в тот же секунду, в тот же миг захотите всё это с памяти стереть. Представьте, что вы это всё узнали и стёрли. Вот вы сейчас всю жизнь свою просмотрели, сотрите с вашей головы и наслаждайтесь тем, что вы нихрена не знаете. И вы можете выбирать каждый раз любые события. Прыгнуть мне, не прыгнуть. Съесть, не съесть, выпить воды, не выпить. У вас появится выбор делать то, что вы хотите. У вас постоянно будет, ну, каждая секунда новая. Блин, это ж такое наслаждение. Я не знаю, что будет через секунду. И у меня поэтому есть выбор. Я могу выбирать. Я могу идти, могу не идти. А если бы я знала, у меня бы не было выбора. Прикиньте, ну это так страшно знать. Это самое страшное, что может в жизни произойти. Это знать самое страшное. Поэтому мы, боги, с вами все в забвении. Каждый раз, когда наши шаблоны уже настолько, я знаю, что мы идем в забвение, просто чтобы у нас в башке было это забвение. И с чекпоинта опять заново начинаем не знать, продолжать жить. Но живем мы бесконечно. Просто когда уже наши шаблоны. Ну я же знаю, какой он должен быть. Ну я же знаю, как нужно поступать. Ну я же знаю, что апельсин желтый. Я все знаю. Вот когда наступает старость, якобы, да, это говорит о том старение. Это говорит о том, что ваш мозг перестал удивляться, перестал жить, перестал идти в новое, перестал хотеть выбирать. Когда вы начинаете все знать, вы стареете. Хотите омоложение кожи, хотите омоложение волос, вашего состояния, перестаньте вот это вот «я знаю». Включайте детскость, включайте внутреннего ребенка. Внутренний ребенок – это тот, который любознательно познает этот мир. Он не знает, но ему все интересно. Он каждый раз, показывая на ложку, спрашивает, а что это? Ему уже тысячу раз говорили, что это. Но он хочет в ней постоянно находить что-то новое. Если вы начинаете включать в себе этого внутреннего ребенка, вы начинаете молодеть. Морщины ваши куда-то начнут пропадать. Верите в это, не верите, экспериментируйте. Очень много подтверждений в моей реальности, когда пропадают морщины, кожа начинает сглаживаться. Вдруг задним числом мозг картинки начинает рисовать. Вы идете там кто-то к пластическим хирургам. Кому-то попадаются врачи, которые умеют там фейслифтингом. Классно ваше лицо там. Где-то вы увидите какую-то гимнастику. Неважно. Вы будете, как творцы, картинку реальности подстраивать под ваше сознание. И вы помолодели не потому, что вы массаж сделали. Вы помолодели не потому, что вы гимнастикой занялись. Это вторичное. Это просто картинка вам как подтверждение, подтверждает ту киножку в голове. Вы сначала помолодели, то есть вы пошли в новое. А потом ваше мышление проецируется вовне вот такой реальностью. Кто-то пойдет к хирургам, кто-то пойдет зарядками заниматься, кто-то пойдет витамины пить, кто-то пойдет фейслифтингом заниматься, кто-то пойдет еще что-то делать. Как-то эта реальность будет подстраиваться. Нашему мозгу нужны объяснения. Задним числом мозг придумывает объяснения. Всегда, всему. Но нужно здесь вот с головой работать. Я надеюсь, кто-нибудь... Вот если вот из двухсот человек, которые меня посмотрели, один поймет про страх, все, короче, карифаны. Я надеюсь, кто-нибудь допонял. Или надо будет этот эфир еще раз переслушать. Весь смысл страха использовать как ресурс. Все наши недостатки, все наши вещи, от которых мы пытаемся избавиться. Вот то есть почему страх не проходит, да? Он не проходит, потому что то, что есть, уйти не может. То, что существует, будет существовать. Если есть страх, мы не можем его никуда деть. В этом мире невозможно ничего, чтобы исчезло. Если оно есть, оно есть. Мы просто можем по-новому использовать. Если у нас есть страх, значит, используем его как страх известности. Если сама суть страха — это неизвестность, любой страх — это неизвестность. Чего бы вы ни боялись, вы боитесь, что будет потом. Какая неизвестность вас ждет там. Я боюсь высоты не потому, что я высоты боюсь, а потому что что меня ждет, если я с нее упаду? А если меня скинут? А если я нечаянно упаду? То есть вам страшно последствия? Я боюсь не самих пауков, а что он со мной может сделать? То есть мне неизвестно, укусит или нет. То есть любой страх — это просто последствия неизвестности. Но если вы сейчас поймете, что известность страшнее, а неизвестность — это дар Божий просто. Это ваша жизнь, это ваш потенциал, это ваша энергия, это всё просто. То какие могут быть здесь страхи? Всё, нету их, они растворятся. Если вы только подумаете про это, возьмите, не знаю, эфир, отрефлексируйте, то есть перескажите, либо на тетрадку выпишите. Так, это про страх. Что-то я ещё хотела сказать? А, про ресурсы. Всё, что мы отрицаем, — это наши ресурсы, наш потенциал. Тема была такая, как раскрыть свой потенциал. Что такое потенциал? Потенциал — это то, что со знаком минус. Плюс — это проявленное, минус — непроявленное, да, противоположное. Вот потенциал — это минус. Как его раскрыть? То есть брать все наши минусы, все наши недостатки, всю нашу тёмную сторону, всё, что мы отрицаем, принять и увидеть в этом, как его использовать. Это и есть ваши ресурсы, это и есть ваш потенциал. А ещё я говорю, что люди — ваши ресурсы, потому что люди — это ваше зеркало, которое показывает тот ресурс, который вы в себе не видите. Я в себе не могу увидеть, что у меня находится на поверхности тела. Я могу только пойти в зеркало это увидеть. Я не вижу нос, я не вижу затылок. Глаза мои могут ноги увидеть или руки, потому что я могу отвести. Вот что я от себя далеко могу отвести, я могу увидеть. А то, что находится перед носом и очень близко ко мне, я не могу, только в отражении могу увидеть. Люди, все ваши ресурсы, все ваши ресурсы, все ваши потенциалы, они вам показывают как в зеркало. Всё, что вы не принимаете в людях, всё, что вам не нравится в людях, всё, что вы хотите подавить, всё, что вы отрицаете, это и есть ваши ресурсы, это и есть ваш потенциал, это и есть ваш талант. Нельзя ничего взять и подавить, оно вылезет наружу в любом случае. Если вы подавляете свою злость, то вам будут только злые люди попадаться в этой жизни. Если вы подавляете свою агрессию, то вот агрессия в этом мире постоянно будет на вас нападать. Если вы подавляете свою жадность и хотите показаться щедрым, то жадные люди всё время будут что-то у вас отбирать. Жадность — это неплохо и нехорошо. Вы же не можете быть таким щедрым, отдавать свою почку, достать все свои органы, которые кому-то нужны. Да, ну вам-то они не нужны, я не жадный, забирайте, я могу поделиться. Какой потенциал злости и агрессии? У меня есть прям эфир двухчасовой про агрессию и злость. Я прям два часа рассказывала, прям два эфира подряд, даже четыре часа. Предыдущие, посмотрите, эфиры. Агрессия и злость прям так и называются. Прям потенциал, где в нём вот этот потенциал? Агрессия и злость — это так хорошо! Это очень хорошо! Не надо её давить. Вы можете её использовать? Себе. Всё, что дарите, оно всё выходит наружу. Сначала проблемами на коже, а потом вас бьют по голове извне. Вот здесь вот какой-то вопрос прям хотела прочитать и в тему тоже сказать. Эфир сохранится? Ну да, надеюсь. Что-то хотела такое сказать. Что, забыла? Блин, вот это да! Ладно, вспомню, скажу. Мне вообще надо комментарий ваших прочитать. Очень хочется. А, про сплетни там ещё вопрос был, да? Если все вокруг сплетничают. Что такое сплетни, да? Это когда мы разносим и слушаем недостоверную информацию, додуманную. Додуманную, да? Где вы додумываете и придумываете, делая из мухи слона, накладываете какую-то гиперважность в вашей жизни на что-то. Где ваш мозг начинает придумывать на постовом месте какую-то ерунду, которая вас высаживает из состояния радости, да? Которая вас опускает, ну или точнее не опускает. Вы, короче, теряете очень много энергии на этом. Вы все тормозите, вы все останавливаете, вы зажимаетесь. То есть вы не проявляетесь. Вот сплетни это говорит о том, что вы где-то слишком много надумываете на пустом месте. То, что вам вообще не надо думать. Нам надо наблюдать, мы же творцы. Нам нужно наблюдать, интересно, как это сейчас всё получится, и ничего не додумывать. Оно может всякими разными способами сейчас быть. И наше прошлое такое же, как и будущее, неизвестно. Наше прошлое меняется так же, как и меняется наше сознание. Здесь сейчас поменялось наше сознание. Наше прошлое, мы же никогда не умирали, мы даже детьми никогда не были. У нас рождения никогда не было. Наше прошлое всё время складывается под новую картинку из нашего мышления в точке здесь и сейчас. И будущее в будущем, и прошлое в будущем. Точка сейчас отправная. И с неё творятся воспоминания, и с неё творятся наши придумки о будущем. Но не факт, что это будущее вот из этой точки будет таким через какое-то время, как мы сейчас себе придумали, не факт. И наше прошлое очень быстро меняется.